Дорожная транспортная травма Создав регистр травм, активисты проекта начали профилактическую работу. Выпустили брошюры по правилам безопасности, организовали акцию ледоходы, призывая жителей использовать противогололедные накладки на обувь. Давали рекомендации пожилым людям. Казалось бы, ничего особенного, но за рубежом такая работа давно приносит свои плоды. В наших безопасных сообществах уровень травматизма сократился на 25-30%. Норвежские партнёры оценивали работу своих коллег из Поморья по семи критериям. Город соответствует всем. Впрочем, о снижении травматизма в районном центре говорить пока рано. Скорее, о стремлении к этому. Чуть позже, после того, как мы получим уже явные, скажем так, способы снижения тех видов травм, которые мы определяем по регистру, мы эти вещи уже будем распространять и на соседние наши муниципальные образования. Важно отметить, что Шенкурск стал первым городом России, получившим статус безопасного сообщества. Алексей Карельский, Денис Линчевский, Архангельское телевидение.